Всем привет, с вами Юль Горн, это Планета Эксплорерс, следующая серия, и сейчас мы пойдем выполнять задания, непонятно на самом деле, я не понимаю, что конкретно нужно сделать, потому что точно прийти в квадраты какие-то и вот в одном затестить, то есть затестить шприц, то есть надо умереть, что ли? А, возможно, нужно было использовать этот шприц на той барышне, которая лежит в столе, в той капсуле, и тогда у меня квест как бы продолжится, но давайте я все-таки пройдусь по восклицательным знакам, узнаем, что там есть по ходу, кстати, я, конечно же, сделал еще одно выполнил задание еще у одного наемника и нанял его, также его перевел в атакующий режим, и, как видите, у одного есть вопрос, а у другого нет, вот, которого нет, я его только-только нанял, а вот этот, как бы, почему у него есть вопрос, у него можно взять квест, но только тогда, когда мы его, как бы, ну, откажемся от него, то есть пошлем его на базу, тогда он идет на то место, где мы его взяли, и, как бы, мы уже сможем взять у него квест, ну вот, если точнее, вот, собственно говоря, в принципе, то есть у него нету квеста, то есть я с ним даже поговорить, в принципе, не могу, не знаю так, почему, может быть, я что-то неправильно делаю, вполне и вероятно и это тоже, давайте посмотрим, что же там, а, я еще не добежал, а, мне показалось, как будто вот это вот, что-то такое торчит, классно, кстати, солнце садится, скоро ночь, ну ладно, в принципе, я могу поставить, кстати, я кровать с собой взял, можно поставить просто кровать в любом месте и поспать, так сказать, время быстренько пройдет, это я обязательно объясню, также, когда вы собираете растения разные, то есть все растения, тут не только вот то, что вот я собирал, или их там, их очень много и видов, и разнообразий, также вы можете иногда у вас будут выпадать с растений вот такие вот, вот с такой, как бы, папочкой, что ли, как бы, потому что, как видите, вот некоторые предметы обычные, то есть у них просто количество здесь написано, а некоторые, вот здесь такой вот квадратик какой-то, это рецепт, то есть рецепт, который, в данном случае, он меня изучит, ну и либо можно навести и прочитать, что это семечка вот этого растения, тем самым мы в будущем, когда у нас появятся инструменты, мы сможем эти растения сажать, да-да-да, здесь тоже фермерство есть, к сожалению, этого фермерства нету, как бы, когда мы играем по сети, и вот это меня, это меня немножко расстроило, не знаю, либо я заходил на такие серверы, где было это просто отключено, либо это просто как-то невозможно, не знаю, по какой причине этого не было, но там этого не было, давайте сюда придем, я так понимаю, вот это место, это куда упал метеорит какой-то, и тем самым, ну, как бы, спучилась земля, так сказать, удар метеорита был, то есть тут произошел взрыв когда-то, давным-давно, и тем самым здесь образовались даже вот, здесь у нас стоит один выживший, мы с ним можем поговорить, то есть, вот это, вроде бы, сдать, как раз-таки, да, окей, взяли мы квест один, и вот еще, вроде бы, квест один, так, и квест заключается в том, что нам нужно покопать, в принципе, здесь ничего сложного нет, единственное, что я сейчас для начала сделаю факелы, потому что, четыре штуки удалось, четыре штуки сделаем, можно и побольше, в принципе, но пока что мне и четыре штуки хватит, потому что, как видите, я в тень захожу, это раз, кстати, вот, сейчас я об этом тоже обязательно скажу, вот дали мне такую вот штучку, сканер, как бы, база данных сканера, то есть в этом сканере он может сканировать медь и железо, давайте его изучим, просто правой кнопкой изучаем, ах, факел же, да, здесь не страховаться, ну ладно, пускай пока так будет, кстати, факелы можно просто, вот, как бы, держать в руке, то есть, конечно, как видите, можно просто в руке держать, также можно своему напарнику дать, и он будет держать в руке, но и драться им, это, конечно, минус, а можно просто поставить на землю, и, к примеру, здесь осветиться, и смотрите, как найти руду, как найти руду, то есть мете, либо железо, но в данном случае сразу видно, да, что вот здесь, к примеру, сразу отличается железо от других каких-то пород, то есть, на данном случае, наверное, здесь камень в перемешку с землей, но есть еще один вариант, мы можем нажать вот это вот, что-то, какой-то рис, не знаю, какой-то датчик, ну, в принципе, это просто, кстати, секундочку, секундочку, а нет, все правильно, вот этот сканер, не знаю, либо какой-то планшет нарисованный, так, открываем его, и первое, что у нас здесь открывается, это помощь, то есть, здесь мы можем прочитать практически про все, то есть, нам будет в этом, как бы, помощник, так сказать, маленький, плюс, здесь есть сканер и рельсы, в данном случае, здесь, потом, в будущем, мы, до этого, вроде, в компании нельзя было этого делать, то есть, это можно было делать только в, либо одиночной игре, то есть, как бы, ну, в режиме приключения, либо по сети, то есть, строить, грубо говоря, железные дороги, и где будет проходить транспорт, ну, грубо говоря, железнодорожный поезд, ну, то есть, там только не железные дороги уж, а какие-то, не знаю, энергетические лучи, по которым ездит вот этот транспорт, ну, и нам нужен сканер, сканер здесь очень крутая вещь, здесь, во-первых, изначально сканер, он показывает вам всю территорию и весь ландшафт, прокопаны ли туннели, также он сканирует землю, то есть, вот, где вы стоите, все можно увидеть, можно прибавить до доскональных, прямо, вот, так сказать, всяких горочек, пригорков и тому подобное, выемок, можно все изучить, ну, а самый главный плюс, мы можем нажать вот здесь, вот, выделить, так сказать, либо железо, либо медь, можно сразу все вместе и нажать сканировать, вот, пошел сканинг здесь написан, и вот здесь вот нам показали, какое количество материала здесь присутствует, ну, в данном случае, если уж, то есть, в данном случае, я так понимаю, красное это железо, либо медь, ну, давайте определим вот сейчас вот, еще раз, да, красное это железо было, медь это желтого цвета, не знаю, ну, какого-то зеленого, что ли, да, красного это железо, даже вот на такой вот большой, очень достаточно глубине, есть еще это железо, здесь прям такими шариками, ну, и, в принципе, как говорится, дерзать, также вы можете прям, как бы не скидывается настройки, вы можете прям направленно ходить, то есть, если по-другому, то давайте вот, а нет, нельзя показать, на сканере, как бы, вот видите, вот, персонаж и стрелка такая, это куда персонаж направлен, да, но проще, как бы, даже туда, куда, а нет, это просто, как бы, человечек, получается, да, а вот этот круг вокруг, и вот эта горящая точечка, вот как раз-таки туда, куда смотрят персонажи, тем самым вы сможете, ну, управлять, ну, персонажем по этому сканеру, хотя бы так примерно в точку, если нужно будет прибежать, вылезем из пригорка, ну, и вот, если так подумать, то вот я вот сейчас вот здесь вот прям вот, да, упираюсь в материал какой-то, ну, конечно же, вот он, материал, это их железо, и давайте посмотрим, нужны инструменты, нужны инструменты, а для инструментов мне надо скрафтить, ну, уж не для инструментов, мне именно инструменты и нужны, то есть, мы сейчас скрафтим кирку и лопату, начальные инструменты деревянные, в чем и суть, можно и лопатой копать железо, туда, именно так, по крайней мере, было до этого, так, сейчас мы это проверим. Да, как видите, копает, и в чем суть? Лопата намного быстрее копает и большой, более обширной площадь задевает, но намного меньше ресурсов, как бы, добывает, то есть, грубо говоря, она не, ну, не добывает тщательно, так сказать, а вот кирка, она добывает намного медленнее, но, и намного меньше у нее, как бы, кусочек вот этой добычи, да, но вся фишка в том, что она добывает из одного блока, вот, как бы, открытого, намного больше, чем если бы вы копали лопатки, поэтому все-таки выгодно копать именно киркой, также в будущем вы получите рецепты, которые будут, как бы, более продвинуты, и вы сможете железную кирку делать из меди, вроде бы, да, кирку можно из золота, хоть из золота, вроде бы, материал, как бы, не для кирок, а потом, если я не ошибаюсь, стальную кирку, а, нет, вроде железную, из меди, и золотую, то есть я не буду точно сейчас гадать и предполагать, вроде бы, так, давайте поставим здесь факел, чтобы больше освещения было, к сожалению, ну, по крайней мере, я не пробовал, можно попробовать дать кирку нашим персонажам, ну, думаю, я не знаю, как, как их заставить, то есть не персонажам, а нашим, как бы, собутыльникам, нет, ну, ребятам, которые ходят с нами, девчатам, точнее, да, и попробовать им дать копать, но, к сожалению, я этого не знаю, как сделать, и я и не видел, чтобы можно было так сделать, чтобы они копали, сами добывали, к сожалению, вот этого что-что нету здесь, так, единственное, у меня еще, так, вот у меня задание добыть железо, но вот здесь внизу добыть камень еще, вот, есть задание, давайте просто, вот, первую попашусь, так, материал, так сказать, так, мрамор, это не то, да, материал, мрамор, из него, а, вот, и камень немножечко можно добыть, но это совершенно мало, конечно, к сожалению, так, ладненько, вот, так, вот, попробуем вот этот вот, очень похоже на камень, к сожалению, ну, сканер не берет вот такие моменты, то есть, где мрамор, где, где земля, где еще какие-то такие, ой, 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 скатился, а где конкретно камень, лиместон, это тоже не то, так, ну, хватит скатываться уже, успокойся, так, ну, камень, камень, значит, попробуем здесь сейчас факел поставить, потому что, я уверен, уже довольно-таки темно, скорее всего, вот это камень, тоже мрамор, и, к сожалению, камень тоже добывает, но, прям проблема, камень найти, смотрите-ка, не думал, что здесь будет такая проблема, ну, в данной локации камень, в принципе, не проблема, то есть, его очень быстро можно найти, то есть, как бы, это просто мне что-то как-то не везет, к сожалению, ладно, давайте проделаем такой фокус, как поставим кровать, ляжем в нее, поспим, и, как говорится, наступит утро, вы, конечно, можете работать ночь, но я под серию, так сказать, посплю, чтобы работать утром, и выполнять задание, ну, и, вот таким вот способом вы можете добывать вначале, так как вы не будете ничего крафтить, или, ну, так вот, то есть, вам не нужно будет в таком большом количестве ресурсов, ну, думаю, хватит время, у нас 6 утра, нормально, также мы можем подобрать эту кровать обратно, и, так сказать, у нас одна кровать идет на все виды, то есть, она нам пригодится везде и всегда, так, давайте еще железо, но, так, вот, единственная проблема в факелах, да, как вы заметили сейчас, давайте еще все-таки поспим, потому что солнце еще не встало, и как-то темновато я, когда захожу, так, но поспим уже конкретное определенное количество времени, то есть, мы правой кнопкой жмем на кровать, нажимаем слип, и там мы можем поставить от 1 часа до 12 часов спать, все, вот у нас утро, к сожалению, потому что отменить, отменить никак нельзя, сон, он именно будет спать положенный, ну, как бы, заказанное время, так сказать, так, давайте здесь посмотрим медь, потому что мне медь тоже, ой, медь, она как-то вот, как-то вот туда вот, получается, нет, даже вот, вот так вот, куда-то туда вот она у нас, медь уходит, давайте прокопаем быстренько, здесь, в принципе, ничего сложного, камень добывается, в принципе, из всего, то есть, вы будете и медь добывать, то есть, вы, как бы, ну, если кусочек меди, с перемешкой с каким-то рядом камнем, то вы и камень будете добывать, то есть, камни здесь, в принципе, всегда у вас будет в большом количестве, так, вроде бы, где-то уже близко я докопался, так, вот, вот это вот, наверное, такого рыжего цвета, это как раз-таки медь есть, да, я прям в точку попал, а вот, тин, олова, я так понимаю, добывается исключительно из меди, то есть, из руды, по-типо-немножечку, можно вот так вот по одному, по два, по три, поэтому его пять всего лишь нужно за квест добывать, то есть, исключительно у руды, как олова, нету тут, поэтому, ну, в принципе, не пугайтесь, что вы сразу не сможете квестировать, просто копайте медь, и тогда вы получите нужный вам материал, так, вот это уже, по-моему, нет, так же все, как видите, довольно-таки, ну, олова довольно-таки мало его, в принципе, то есть, можно уже, я уже довольно так много раскопал, но, к сожалению, пять еще не добыл, то есть, но и не так и часто нужен этот материал, поэтому вам то количество, которое вы добудете просто, так сказать, из-за переработки, добычи простой меди, то есть, когда вам нужно будет по полторы тысячи меди, или что-то в этом роде, на какой-то прибор, вы даже не будете заметить, как там эта олова добывается, поэтому не пугайтесь, так что его такое маленькое количество, так же уголь, как видите, добывается, но уголь добывается просто вот из земли, из, ну, можно добыть вот так вот, то есть, рандомно, а вот именно конкретно, прям вот уголь добывать, это потом тоже мне дадут сканер, в котором будет вшито на то, чтобы он находил именно уголь, и тогда я смогу искать уголь, так же и со всеми остальными рудами, то есть, золото, что там еще, потом серебро, потом зинк, вот, потом еще, еще какие-то материалы, я уж прям сейчас так точно не могу сказать, и, кстати, нет-нет-нет, давайте еще, все-таки, всего лишь три камня найдем, просто, вот, перекопая тут лаймстоун, и все подряд, в общем, перекопаем, я думаю, я в любом случае уж три камня-то найду, ну, вот уже один, еще один, ну, еще один, все отлично, то есть, я просто все квесты с вас выполнию, я люблю так, то есть, во всех играх так, люблю, чтобы набрать все-все-все квесты, потом все-все-все сделать, перейти в все-все-все, сдать, и чтобы сразу большое количество опыта такое свалилось. Давайте. Сиреневые квесты, подчеркнуто, это, я так понимаю, они обозначают, что это как бы сюжетный квест. Поэтому, ну, сначала все-таки, наверное, желательно синий выполнять квесты. Так. Убить, 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 убить новых монстров. Я пока не буду убивать, потому что там ну, как бы просит убить страшных монстров. Плюс, как видите, мне сразу, отлично, мне дали на использование вот такие вот турели, которые можно поставить. Давайте вот так вот поставим их. Вот. Две турельки мне дали. Сейчас вторую поставим. Вот. Нет, что-то не хочет так близко ставиться. Вот. Две турели. Плюс рецепт пистолета и патрон. В чем суть? Вот они, в этом сложен, 200-200 патрон. И когда они находят цель, любую враждебную или невраждебную, они так раскрываются, вылезает такой пулемет, и начинает отстреливать этот цель. То есть, мишень. Можно переносить их, убирать, ставить. Когда патроны кончаются, можно подзарядить. То есть, создав, так сказать, сделав патроны, подзарядить эти устройства. Угу. Надо вот убить несколько видов животных, чтобы получить вот рецепт вот этого, как бы, вот этой капсулы. Эта капсула отвечает за то, что, ну, грубо говоря, ее ставишь, и это как бы феромоны монстров, она зеленого цвета, самого простого, и волны монстров идут на вас. Вот тут, именно к этой капсуле вокруг вы можете поставить турели, которые будут отстреливать монстров, и тем самым вы сможете зарабатывать ресурсы, которые можно получить с монстров. То есть, своеобразный такой вид боя. Ну, и магазин, конечно же, тут очень много всего у него есть. Я очень много ему могу продать, в принципе, я даже могу ему все дерево продать, и конкретнее 413 штук я ему продам ровно. Все деньги я у него заберу. И у него также есть рецепты, интересные рецепты на луки, есть, вот как видите, железный щит, щит из меди, и самое, наверное, классное это рецепты на инструменты из меди. Они, конечно же, намного быстрее атакуют и больше добывают. но сначала я бы хотел посмотреть, какие квесты он мне дал, и что я за это могу получить. Нет, скорее всего, да. Я, а, я один квест не взял, вот. Так. Мне его вроде бы, нет, мне его не довести, где-то, честно говоря, это я не понял, что. Стой. Ладно, тогда купим рецепты. Давайте купим, так, у меня что-нибудь, а, 95 денег, у меня 1300, давайте, вот так, так, и на топор. Можно было бы, конечно, сразу оружие купить, но я не буду этим заниматься. можно железный меч купить, либо меч из меди. Также можно купить рецепт на винтовочку, именно на винтовочку, которая стреляет, как раз таки, патронами, можно, конечно, лук. Но вот, сами понимаете, что круче винтовка, либо лук. Конечно, наверное, винтовка, у меня есть, конечно, пистолет, уже рецепт, но я куплю рецепт на винтовку, и будет у меня винтовочка. Также я куплю на железный меч и на железный щит куплю рецепт. Также можно, конечно, вот здесь вот броня есть, можно рецепт на броню купить. Ну, и дополнительные всяческие приспособления для крафта, собственно говоря, оружия. Вот эти вот рецепты мы покупаем именно, прошу прощения, для крафта оружия. Вот эти уже рецепты есть. Так, это у нас рецепт на еду, рецепт на микросхему у меня уже есть, при том уже изученный, кстати, странно. Похоже, он за награду мне какую-то дал, что, ну, сразу изучил все. Так, ладно, я пока не буду вот это все покупать, то есть броню дополнительную я пока что не буду покупать, я посмотрю то, что я могу сделать на данный момент. Так, посмотрим. Во-первых, обновим инструмент, то есть просто я скрафчу из того, чего добыл, скрафчу себе инструмент новый. Также я скрафчу два мяча. Наверное, вы уже поняли для чего, для того, чтобы дать их да-да, именно так. Ох ты, щит. А, щит нормально, все, 30 железа. Я все, все материалы свои потратил и потратил не зря. Ну, конечно, я немного добыл, но все же. Теперь я могу дать моим воинам, ну, моим двум боевым самкам, прошу прощения, если кто-то смотрит с женского пола, я уж так, инструменты, точнее, железное оружие. И это довольно-таки круто. кстати, да, если кто не заметил, броня подразделяется на женскую и мужскую. То есть, как раз-таки, когда вы будете покупать рецепт, не ошибитесь. Как видите, здесь, ну, в принципе, сложно ошибиться. Также я еще изучил рецепт на винтовочку, это, конечно, тоже очень круто, но для него нужно, ну, нужно уже намного больше ресурсов и, в частности, железа. также нужны патроны. А на патроны нужен чаркоил. Так, в принципе, вот с этим не должно быть проблем. То есть, мы создаем просто вот так, вот так, максимальное количество чаркоил есть. И теперь из чаркоила и селитры, что ли, да, мы создаем порох. А вот уже из пороха мы создаем патроны. 98 штучек, это вполне круто. Также мне нужно еще немножко железа и немножко меди, для того, чтобы добыть, ну, скрафтить винтовку. И довольно-таки быстро получается то, что мы переходим, как бы, грубо говоря, быстренько в такой технологичный век. К счастью, именно быстро, потому что я бы не хотел очень долго бегать с, ну, как бы, неудобными мне всяческими деревянными мечами и тому подобное, потому что все-таки как-то не складывается у меня в уме то, что вы упавший, так сказать, с космического корабля, притом этот космический корабль, я понимаю, бы упал в море, а вы катапультировались там, оставив там все снаряжение или что-то в этом роде, нет, вон космический корабль стоит, и меня вы не обманете, он стоит. Так, проблема в том, что я, когда захожу в пещеру, сразу становится темно и у меня нету освещения, поэтому я давайте сделаю немножко факелов, буквально, вот пять штук. У меня, конечно, мясо кончается, потому что, вы сами понимаете, это мясо уходит на все, вплоть того, что мы расплачиваемся за рецепты им, ну и плюс всякие дополнительные вещи из этого крафтим. К сожалению, вот когда вот вы добываете, вы не можете ходить, то есть вот когда вы махаете киркой, вы не можете сразу в этот же момент передвинуться в какую-то другую точку, но, к счастью, вы можете передвигать именно мышку на небольшом радиусе примерно. Вот, вот так вот уже, как видите, нельзя. Если вы постоянно даете синий, то есть кружок постоянно синий, а не красный, вот как вот сейчас я туда отвел, то он будет махать, как бы будет добывать ресурс. То есть, ну в принципе, как бы вы можете вот этот круг обкопать, да, и вам все равно придется передвигаться. Это, конечно, я считаю немножко минус, потому что, потому что анимация вот именно махания киркой, она как-то здесь все-таки долговатая. То есть, ну неправильно мне так кажется, что могли бы более динамичнее вот это вот копание сделать. Никак я вот крюк не мог. Так, все вроде бы раскопал, сейчас быстренько посмотрим, хватит ли мне на винтовочку. Да, мне хватит на винтовку, давайте ее быстренько сделаем. Ну все, в принципе, уже отлично. И я даже прям такие деревянный меч со своим деревянным щитом беру, потому что у меня уже есть винтовочка первоначальная. В принципе, простая, один выстрел, но при моих двух барышнях я смогу отстреливаться просто. Они будут атаковать, а я буду отстреливаться. Вот и все. Не забывайте одну вещь, что когда вы голодаете, то есть, не только вы голодаете, надо будет еще кормить своих компаньонов, ну и плюс пополнять им еду, то есть, так, а вот, а как разделить-то? Я вот это вот, к примеру, вот не знаю. А, вот здесь сплит есть. У нас такая штучка. Разделяем, вот сплит. Можно, как раз таки, я ни разу не сдавался этой проблемой, и просто мы вот здесь вот итемы кладем каждому по еде и они, когда нужно, там, свое время, они это кушают. Также можно положить, давайте нажмем сплит, по пять штук, вот так вот, оп, можно просто здесь пятерочку сразу поставить, вот так вот, можно еще поставить сюда шприцы и девушки мои будут, так сказать, восстанавливать себе жизни, тогда, когда у них мало жизни будет. Не забывайте, что вот здесь появляются иногда скиллы, и то есть, когда у нее меч, то есть, она именно с мечом, у нее атака увеличивается на 4,5%, то есть, вот именно у этой барышни. Как появляются новые скиллы, не знаю, ни разу не видел, чтобы они появились, часто очень наблюдал, что, ну, можно найти у разных персонажей разные вот скиллы, поэтому, можете выбирать, что лучше вам, можете дальних, если вы хотите с мечом ходить, или что-нибудь наоборот, как, как у меня, допустим, связка, потому что, ну, как бы, мне так легче, мне так проще, так сказать, отстреливать издалека, мои будут атаковать в упор, ну, и если что, я всегда смогу убежать, так, кстати, я побежал-то, зря, наверное, ну, хотя нет, почему зря, меня направили вот туда, и, в принципе, вот в враг, это монстр, он безобидный, но с него можно много всего получить, давайте его попробуем убить, ой, как, мало я наношу, ну, ничего, ничего, я, самое главное, я далеко, единственное, я сразу советую, когда, такие монстры, они иногда ходят стадом, и когда, вот, их много, не стреляйте в них, потому что они так же, социально, они, так же, все на вас нападут, но, к счастью, они медленные, отлично я их, отлично просто, как видели, ну, наверное, заметили, что мои компаньоны, наемники мои, они, как бы, подбегали к цели, и убегали от нее, то есть, они на определенном расстоянии, конечно, атакуют, то есть, просто они потом, не отбегают, а, как бы, то есть, мне вот этого, кстати, тоже надо убить, ну, ладно, сейчас я не буду, они просто телепортируются обратно, то есть, в этом тоже есть, как бы, фишка, сохранение, энергии, жизни, тех же самых аптечек, моим компаньон, также по поводу карты еще, когда вы открываете какие-то новых места, они начинают, ну, у них появляется обозначение, это обозначение нельзя убрать, в компании, по крайней мере, но, самое классное, это то, что на это обозначение можно телепортироваться, грубо говоря, то есть, ну, за деньги, оп, попал, это как охота в саванне, круто, отлично, так, я просто, в этом обновлении есть много нового, и я, ну, так, что-то незнакомое вижу, если то, опасаюсь сразу немножко, сразу начинаю, хоп, концентрировать внимание на этом, так вот, если вот, к примеру, из этой точки я хочу попасть домой, не обязательно бежать, можно просто нажать, левой кнопкой мыши, и вам предложат, так сказать, за 16 вот еды, то есть, за 16 мяса, телепортироваться в эту точку, тем самым вы сможете, как бы, ну, ускоряться, кстати, по поводу скиллов моих компаньонов, я встречал такое, что, допустим, послать компаньона, ну, наемника, на охоту, он убегает, исчезает у вас с панели, что, что он, как бы, нанят, и через некоторое время он прибегает, и рядом с вами появляется такой, как бы, ну, шар, то есть, не сундук, как бы, хранящий ресурс, а именно шар такой, то есть, в нем, кстати, вон, видите, типа, с хвостатого, что, типа, тикер такой, это уже хищник, более сильный, но я просто мимо него прибегу, вон, в ту точку мне нужно, какое-то великое дерево, или какое-то, заросли какие-то непонятные, добежим пока что, и на этом, наверное, закончим, и тем самым, ну, как бы, вот, по поводу скилла, и вы сможете посылать своих компаньонов, они будут бегать и добывать ресурсы, именно не ресурсы, я один раз только видел, конечно, то, что он, как бы именно на охоту, то есть, он при, там, мясо приносит, допустим, кожу, и все вообще, что можно, в принципе, выбить с монстров, иногда, такие какие-то редкие вещи, кстати, давайте, вот, как раз таки, я раз наткнулся, вот, вот, что это, я тоже гадал первый раз, такие вот большие пещеры, можно иногда найти, они выкопанные, и, ну, как сказать, не выкопанные, то есть, там, по крайней мере, я специально никого не встречал, то есть, чтобы там кто-то жил, я не встречал, сейчас, возможно, может быть, там кто-то и появился, мы слазим, обязательно посмотрим, но, в чем суть их, в принципе, я не знаю, но их можно часто встретить на карте, они часто, часто, как бы, появляются, даже, в режиме путешествия, в, по сети, когда вы играете, такие пещеры, всегда можно где-то встретить, и если мы нажмем на сканер, то, как видите, вот таким вот белым пятном, большим, большим белым пятном, кстати, я там вот какие-то ресурсы увижу, а, это похоже оттуда, в откуда я прибежал, вот этим белым пятном, они просматриваются, все туннели, довольно обширные такие туннели, то есть, в принципе, там можно, как бы даже, устроить базу, если вам захочется, то есть, это, это уже вам решать, так сказать, так, где-то эти хищники, вон, хвост вижу в траве, так, еще один хищник, ничего, так спокойно, в принципе, нужно убивать, конечно, я бы советовал, ну, как бы не жалеть ресурсы, я, конечно, еще к следующей серии накопаю намного больше ресурсов, чтобы у меня были, ну, то есть, у меня не было проблем с патронами и тому подобное, то есть, со стандартными ресурсами, в любой момент, я что-то бы мог, хотя бы тысячу накопаю, да, чуть подольше придется покопать, но, все-таки накопаю, чтобы каждый раз не дергаться, я люблю, чтобы у меня сразу все было с собой, ну, и сейчас вот здесь тоже одного выжившего находим, я не знаю, возможно, я, к сожалению, английский с языками, у меня все очень плачевно, и с английским, конечно, тоже, и, скорее всего, это какой-нибудь посланный на разведку, какой-нибудь солдат, который нашел, вот, ну, или не солдат там, или кто-либо, поселенец, не знаю, вот он нашел вот такое вот непонятное дерево, и здесь такие, как бы, именно в компании будут присутствовать часто, артефакты, как бы, присутствие жизни и тому подобное, но в данном случае, я всего лишь нашел не человека, а сумку его, и тому подобное, то есть, здесь, типа, нашли только сумку, и не самого человека, то есть, я забрал сумку, и теперь мне нужно просто вернуться на пазу, тем самым я там продолжу квестовую часть, и обозначил я вот, это как, ну, Глент 3, я не знаю, как это переводится, ну, то есть, большое растение, что ли, с ним ничего, к сожалению, нельзя делать, сделать, ну, то есть, ничего, добыть из него нельзя, это вот печально, потому что, вот, такая скала обозначает то, что там упал, как бы, метеорит, и там можно добывать ресурсы, вы такие скалы будете встречать, и в разной скале, ну, разные ресурсы можно будет добыть, и так же, можно, конечно, ресурсы еще добыть просто, на территории, не обязательно, именно централизированно в этой точке, ну, назад не обязательно бежать, можно просто телепортироваться, но, я на этом заканчиваю, так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чем больше лайков, тем больше серий, тем они быстрее выходят, просто, тогда есть мы, как бы, желание это делать, то есть, понятное дело, если людям не нравится, зачем снимать что-то, так что, оставайтесь на моем канале, будет еще больше интересного, будет еще больше всего больше, предлагайте свои игры, предлагайте варианты, может быть, я что-то неправильно сказал, либо, что-то не описал, задавайте вопросы, я на все попытаюсь ответить, так же, я надеюсь, помогут подписчики, которые следят за моим каналом, оставайтесь со мной, с вами был Мельгорн, всем всего хорошего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok,